В родной школе Аблай Кенисбек чувствует как настоящего героя. И это неудивительно, выпускник школ гимназии номер 8 имени Дулати набрал на ЕНТ 125 баллов. Обладатель знака Алтенбельге признается, ответить на все вопросы тестирования было непросто. А потому Аблай не ожидал, что наберет высший балл. Я обрадовался, когда узнал, что я получил 125 баллов. И в начале года я поставил себе цель, что я добьюсь этих высот и достиг этих высот. И я радуюсь этому. Я готовился к этому дню. И все, что учил до этих пор, я вспомнил и ответил на эти вопросы правильно. Вместе с Аблаем право носить гордое звание Алтенбельге подтвердили 344 ученика Южного Казахстана. Среди них и выпускник школы номер 120 Яросел Балтабай из присоединенного к городу Тулебийского района. Выпускник набрал на ЕНТ 125 баллов. Теперь обладатель знака Алтенбельге может поступить в любое учебное заведение Казахстана вне конкурса и учиться там абсолютно бесплатно. Я сегодня очень счастлив. Это одна из самых больших радостей в моей жизни. Спасибо моим родителям и учителям, что все это время они меня поддерживали. Без них бы я не смог набрать на ЕНТ 125 баллов. С будущей профессией определился. Стану IT-специалистом. Думаю, что меня ждет хорошая карьера. Средний балл в ЕНТ по городу Шимкенту составил 80,6. Но результат может измениться в любой момент. Ведь впереди еще два дня тестирования, на котором свой уровень знаний покажут 6209 выпускников. За будущий аттестат переживают не только школьники, но и их близкие, которые все три с половиной часа, стоя на жаре, наблюдают за ходом тестирования по мониторам. Вы знаете, вот хотелось бы посмотреть, но и вообще ничего не различить. Я стою рядом и не видно ничего. Во-первых, четкость должна быть. Во-вторых, как-то поближе людей подпускать. Потому что мы волнуемся, а наши там дети сидят. Хотя бы посмотреть, для чего вы поставили эти. Если же результаты тестирования не окажутся столь желанными, выпускники могут подать заявление в абелляционную комиссию, созданную при каждом пункте проведения ЕНТ. Впрочем, попасть внутрь для некоторых выпускников оказалось непросто. Ребенок заходит, подписывает соглашение с решением комиссии. И если у тебя есть вопросы, скажи из 125 баллов, где ошибка. Тогда только тебе предоставят твою книгу. А так не показываешь, как он решал, где это должен человек доказывать. И подписывает. Подписывает, тем более, не совершенно, 17-летний. А родители не заходят, они сами не показываются. А нет доступа. Почему это? Секретный объект, что ли? Непонятно. Всего в республиканскую комиссию по рассмотрению апелляции поступило 279 заявлений. Из них удовлетворено апелляцией на 60 тестовых заданий, что составляет менее 0,5% от общего количества использованных заданий. Наряду с этим, выпускники, не преодолевшие пороговый уровень в текущем году для зачисления на платное отделение высшие учебные заведения, имеют право пройти повторное комплексное тестирование. Прием заявлений на участие в данном виде тестирования будет осуществляться приемными комиссиями высших учебных заведений с 1 по 8 августа.